ты будешь так ходить ясно что не так то ясно придурок ну откуда ты полез скажи мне да не ори ты и всем привет с вами игорь и это канал black horse play мы продолжаем играть в виде мак первую часть прошлой серии мы продолжили свое расследование узнали очень много нового в основном мы ходили по заданиям сходили в подвал где было очень много здоровых непонятных монстров которые меня чуть не раз долбили мое очко но мы справились сейчас мы продолжаем уже заканчиваем точнее вот эти все расследования мне кажется задание и пойдем я думаю на болото там у нас тоже много всего а ты останавливай видео на паузу бери покушать попить ставь лайк пиши комментарии колокольчик поджимай чтобы видео было уведомления и всем приятного просмотра аппетита так мы пришли сюда зачем вино отдать точно мы отдали сюда вино надо я как всегда по традиции скажу тебе что таймер не включен это по традиции наша традиция такая таймер то не включать и вот все я включил а он хочет бабу вот так так и зон не с ним надо поиграть я так помню будет к этому давай да да а я кстати это было непросто но я справился просто но я справился отлично но у меня нет золота я все пропил однако стоишь ты стоят немалых денег себе одну оставлю а остальные отдам тебе в качестве вознаграждения на ты не охренел ли ты меня посылал за вознаграждение сходить туда и забрать вино в доме а тут ну я одно оставлю себе а то ну ну нету денег нет вина нет вина я знал что не надо доверять видимаку нет просто нет денег улья ясно так официантка вот прям официантки продам твое вино прям тебе на глазах что подать что подать я хочу продать вот это вот винцо это она не то где ну вот она алкоголь выдержанное вино 80 то есть за 240 отлично вот и ушло вино так легко и быстро так тем временем мне нужно мне нужен наверное день правильно во первых сыграть нужно кости во вторых нужно купить книжки по анатомии и паталонатомии вот это панаготомии так вот это сахарная куколка баклерская белая тусленская красная вот это мы все хотим отдать чтобы было хорошо так у меня значков кстати много надо было их продать ему ну ладно я забыл просто продать 5 5 орина фраз 5 орина в 2 5 роликов уже 2000 у меня украл давай так поэтому утром они будут стоять везде все смотреть все делать у рейма даже мы побывали да ну да самка трактирщик пойдем а игрок так вот это вот говно вот это да вот она будешь драться или смотреть вот это мне надо с ним сыграть и выиграть его давай играть яхо я не сохранился сейчас деньги просру а подожди еще не началось а я уже тут завиваю ну вот о чем я и говорил не у меня две пары у него сет а ты тварь еще и выманивать у меня я сейчас тоже цвет сделаю ясно и вообще не сет я сделаю фу хаус серьезно я сделал фу хаус я ванга это очень было очень неожиданно так 2 подожди 5 5 5 сет пятерки ну давай все пас просрал ты дружок я выиграл вот так вот легко можно выиграть вот это вот козлину просто сказать что у меня будет фу хаус и он у меня будет потому что я так решил пойдем или это не фу хаус или к это как-то по-другому да фу хаус это вроде бы все когда одинаковые увидишь даже подтвердил говорит так что мне надо а мне надо книжки купить пойдем у этого козла который берет и просто меня все деньги с меня вытрясывает заберем и сюда кстати пока ходил между сериями позапрошлой вроде бы я видел одну девушку она здесь не ходит но какая-то девушка которая говорит о какой горе там что-то такое я не стал с ней говорить я по вот он вот он его поймал куда пошел стоять полиция омон стоять говори говорю ты можешь что-нибудь рассказать мне о моем серебряном мече прекрати шани сказала что ты разбираешься в оружии как никто другой он другу хотел зажать рукоять выполнена так чтобы держать меч двумя руками без тебя это ведь знаю спасибо я это и без тебя знал что это меч который можно держать двумя руками я еще хорошо почему хорошо оплачиваемую работу говорят на лодочной станции на болотах чудовище совсем расшалились все только и делают что жалуются начиная с леса торговцев и заканчивая мелкими купчишками как ты думаешь они готовы заплатить ведьмаку чтобы тот избавил их от опасности и с кем мне стоит поговорить по этому поводу обратись к леву варда ну к улыбешь крупная скупиться не должен ты найдешь его на пристани он следит там за погрузкой разгрузкой товара отлично спасибо золото я подумаю над этим говори что как плюс денежки плюс просто сейчас бабу вишка так не радость действительно старость не радость у тебя так мы идем покупать мы идем покупать книжки читать а потом мы идем к леву ордену главное правильные книжки купить а то у него дорогие они как как моя жизнь так что это так новейшая история вы уже читали история мира говно сказки предания обычных людей волшебники не нужно мне труп посвященный знаменитому магическому катаклизму говно монстром или ведьмака описание говно вообще спали такую книжку нету такой книжку тебя понятно увижу такую книжку побью так читал 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 сложен по алхимии теорию об оживленном неодушевленном говно какое-то так давай описание собак и волков сто оринов дорого читал книга описывает экзотических насекомых а также прочие мерзости выделены автором во время путешествия давай все уже прочитаем давай прочитаем короче где это вот это трансформ и метаморфозы возьмем про собак возьмем вот это типа книга зеликанских надеюсь мне все хватит научно описывающие магические способы создания големов подожди давай сначала лучше купим пути а то что то мне кажется что мне денег то не хватит о медицина давай читал читал всякое вот это не будем покупать читал феновет сколько стоит 300 иди в жопу за такие деньги растения растения растущим под зериканий краткая энциклопедия минералов а где еще ритуальных растениях оболотных растениях так ладно книга призраках читал бестиарий орнитозавров читал 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 это что зериканская алхимия такая что а везде еще судебная медицина ну информация о коще и голем и ясно я остальное слишком долго мне кажется я что-то переоценил себя у меня уже 900 осталось я хотел всех купить почитать так сейчас продам давай это почитаем это почитаем это почитаем еще вот это да судебная медицина а потолок потолонаганата и вот этот чем дело то еще она анатомия так давай продаем вот это за 16 но козел конечно я чего как будто я в грязи и и держал завис ценах у меня ее про покупает хоть что-то вернуть хоть одну книжку но я вернул но другие покупать я не осмелюсь пойдем к венценту у него поспрашиваем поспрашиваем у него золтан здесь ходит он ходит то его нету терпами пойдем здорово да можешь мне а вот это вот ты когда-нибудь делал и не делал вскрытие а зачем если дырка от ножа в животе значит банда если голова оторвана значит оборотень или еще какая хрень если язык черный и судороги значит яд в первом случае мы прижимаем могилу во втором передаем дело ордену или ведьмаку в третьем 90 процентов вероятности что это сделала жена убитого вскрытие пустая трата времени красавчик красавчик но только оторванная голова не всегда это монстр вдруг ее оторвали люди не знаю отрезали и хотелись отрезана но видно что отрезана когда видно что оторвана то она оторвана так идем куда нам дальше идти мы кстати собрали все по медицине и что нам надо что нам осталось задание я должен найти к дамбе получить задавай паут пойдем к дамбе пойдем к дамбе так получается ты практически все практически все задания выполнили мне слишком мало платит за такую работу часа мы на дамбе поговорим с леву арденом и посмотрим по заданиям если нет пойдем на болото на болотах я только чуть-чуть прошелся мне там чуть кстати пыздыны дали это я ну тренгюлей чуть не дали да тебе не нравлюсь ну лицо у тебя как будто ты мужик слышишь я тебя не трогал больно я тебя не тыкал так давай да я слышал и по на болото вам на лотах мешают перевозить грузы это правда сожалению да но думаю ты не из любопытства спрашиваешь я надеюсь и заплатишь платит мне за их уничтожение возможно меня это заинтересует пристань находится около болота она очень важна для моего бизнеса с тех пор появились эти твари я постоянно несу убытки ты можешь описать твари которые нападали на твоих людей а что там описывать я знаю что это утопцы выходит по ночам уничтожают товары убивают людей я заплачу 400 аренов чтобы избавиться от них 400 да да 400 за такую легкую работу убить каких-то утопцев вот ищите с тобой дело с тобой дело одно удовольствие именно да только ты наяриваешь фу наяриваешь на ну на врешь и мне постоянно не даешь деньги когда надо так надо поговорить о твоих делах самом нет я думал то ты платишь я думаю это ты платишь за значки саламандр я только не очень понимаю зачем ты это делаешь что ты ошибаешься я ничего да я знаю уже прекрасно знаешь о чем я говорю почему ты так агрессивно реагируешь я тоже охочусь за саламандрами я могу это доказать если ты такой прилежный охотник за подонками принеси мне три их значка тогда пока хоть 10 вот тебе три значка может быть теперь ты все-таки расскажешь мне про ваше тайное общество отлично я сказал что плачу по двадцать аренов за штуку но для тебя можно сделать исключение я дам тебе в десять раз больше просто отлично но мне все 200 за штуку почему ты платишь охотникам за головами за борьбу с саламандрами саламандры мешают бизнесу твоему бизнесу моему бизнесу любому бизнесу слушай внимательно ведьмак есть силы о которых ты ничего не знаешь которые ты даже не можешь себе представить это такие своему невежеству леварда я слышал такое количество напыщенных пафосных речей что твоя меня ну никак не микрофон взял плевать я хотел на твои силы мне нужно добраться до лидеров саламандр и убить азара я веда все остальное меня не волнует хотел бы я посмотреть на смерть азара я веда если тебе удастся это сделать найди меня получишь куда больше 20 аренов а если ты уничтожишь саламандр ты кого но если ты избавишься от саламандр я тебе щедро заплачу за труды уничтожить саламандр будет непросто я рассчитываю на твою помощь чем смогу помогу до встречи да то есть получается все вот это вот болта болтания и все я еще нет я закончил расследование ладно говори поскольку доказательства говорят о том что ты не работаешь на саламандр скажи кто ты скромный благодарный купец и позволь мне знак благодарности сделать тебе подарок прекрати блефовать деклан видишь этот символ он обозначает мою принадлежность к тайному обществу мы тоже хотим найти и уничтожить саламандр узнали что-нибудь полезное вода саламандра играют по-крупному это политическое дело я как всегда вот что скажу соседней ридане и ведется своя игра куда более масштабная это риданцы несколько человек король фольтест совет чародейки я постоянно следим за северными границами и какое отношение ты имеют к саламандром азар евет послал свои войска на север и люди их видели он тоже знает о том что может произойти и готовится то есть вот так да я должен на лодке добраться до болота избавиться еще от каких-то монстров так мне нужно так слушай ты говорил что ты купишь у меня значки саламандр ты мне наврал да ну как всегда то быть тебе сомневался ты врун ну вот это хоть возьми 5 оренов хоть отобью койку который я поставил а вот это вот кстати тоже 5 оренов у меня требует лодку отобью так что мне осталось с людьми которые уже проводили следствие или почитать книжки я должен на лодке добраться до болот провожу расследование игра в посте контракты ольгу ли волки лавуны контракт мне необходимо добыть ты корневище и кнопку зачем ему и хинопцы нужно найти противника посильнее а это понятно можно считать что шани передо мной долгу надо будет почаще к ней обращаться действительно мне нужно еще доказательства это кто подозрю от и винсент новая 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 покер сыграл прораскать другого профессионала разыскивается ли обещал мне помочь с процессом англами буду держи и ждать его следующий ход короче все дороги ведут на болото поедем на болото трэнс поехали вскрытие сделаем эту ночью приедем и сделаем его долго шо он едет как он долго на эти болото едет я прям не могу я кстати ни с кем не говорил на болотах придется сейчас всех опрашивать так пойдем переправиться вот этот ты кто такой ведьма а ты ведьмак ну ну а мне казалось старый лео банарт от вас избавился банарт никакая знаю такого а я вряд ли услышишь он земле каждый кто занимался нашей профессии рано или поздно встречает более сильного противника какой это вашей профессии я охотник за головами что привело тебя сюда вопрос том банарт это из книги очень хороший мечник который убивал даже ведьмаков вот вопрос как у него это получалось то есть он один ну там в книге было такое что он один толпу раскидал то есть как ведьмак так кем был этот банарт старый лео был легендой смотреть как он работает было одно удовольствие чем то он был похож на тебя ведьмак он тоже убивал без эмоций без гнева и без печали так же как ты убиваешь к примеру утопцев он был лучшим высокий под жарой и эти невероятные глаза один взгляд этих пустых рыбьих глаз мог сломить человека он был магом нет обычным человеком по крайней мере физически он убил несколько ведьмаков тех которыми были недовольны крестьяне ваши ведьмачьи рефлексы и магические трюки ничто по сравнению с его мастерством но он мертв ты сам сказал ему попался более сильный противник да так что ведьмак береги себя вот как бы пустые рыбьи глаза вот интересно это все эй сынок я не твой сын дедушка угадал как меня зовут они меня тут зовут дедушкой меня называют по разному в основном геральт или паршивый выродок ну зачем так это все преувеличивать ты ведь не паршив не хочу тебя обидеть без обид я уж точно запаршиве если еще раз полезу через это болото да так ты еще не лазил че надо я ищу работу ааа мечи кажется я знаю какую работу ты ищешь может ты захочешь сопроводить меня в часовню чтобы я помолился я стар и уже не сдюжу от дубаси чудище своей палкой а ты мог раньше да я имел ввиду работу которая принесет деньги но все равно я отведу тебя туда а почему так резко типа отвали мерзавец че не так то так во первых надо сохраниться потому что я помню что прошлый раз мне когда я тут ходил подбирал всякие травки хорошо так меня вынесли там взрывалки какие то куда идти то подожди ты как бы говоришь что тебе надо отвезти но куда тебе надо отвезти экскорт показать на карте про милителе аааа вот это да ну пойдем дед так пойдем ааа ты будешь так ходить а ясно что не так то ясно придурок ну вот куда ты полез скажи мне а да не ори ты конченый орешь как резанный убивают тебя погляди так как туда пройти или туда не пройти пойдем ясно где еще забрал их на себя брать ты чё не можешь дома ходить так ясно вот это надо дед какое мясо как у топсов имеешь ввиду так это плохое мясо так ведешь куда он делся вот он этот дедушка куда ты идешь вот скажи мне вот куда ты ушел он там на помощь их то ты стареешь я в свете сил ты идешь за мной нет пойдем так всякие листочки вот это возьмем дед идет да так кстати я почти пришел или нет а нет мне показалось да что ты сделал скажи мне да офигеть она бьет ясно до седания да и 2 что ли дед тебе нормально счете придурки да давай выпьем как бы ласточку и пойдем я хотел огнем их побить это же растения вот они отстанешь меня ты чуду вообще бессмертный да почему тебя так мало бьет я взял оружие которое именно против вас серебряная дедки нормально возле растения сидеть довольно довольно ясно это чё такое вообще-то как 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 ажоп какое-то или что это чё за как ажопия давай я думаю что надо надо сохраниться во первых дрянь вылезла хотя она была раньше такая дрянь да похоже только не так сильно она била да бей ты не давай ей бить офигеть 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 как это говно убить это говно реально убить на двор раньше бежать я не знаю как это говно убить допустим давай прибежать ясно пока добегу он сейчас будет меня стрелять guys но я ему ничего не нанесу все один жопу дж blir скорбежать бежать вижу отбежать бежать 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 Дед пусть отвлекает А я подлечусь Булочку Жрём Так, чернику Жрём, всё подряд едим Главное сейчас победить её Что такое? А чё так жизнь плохо-то восстанавливает? Есть чё-то прям Чтоб восстановило мне Так Эликсир Рубеда значительно повышает Регенерацию энергии Но ему я не сказал бы Чтоб прям вот огонь Хорошо действовал На вот это говно Скорее наоборот Ну чё, сохранимся и заново? Я думаю сможем сейчас Третий заход Или мало жизни, сука Не знаю даже Не то достал Не то достал Достань нормальное Быстрее, быстрее, быстрее Она тебя бьёт Убил Неужели? Неужели? Что это такое? Слизь архиспоры Архиспора Винсенту доказа... В смысле? Ты о чём? Я должен предоставить Винсенту доказательство уничтожения... Что-то такое босс, да? Это босс был Ничего себе А на этом мы закончим Убили мы эту боссу, эту архиспору Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграмм Ставьте лайки, пишите комментарии И всем до встречи в новых видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok